Глубок уважаемый президент, глубок уважаемые коллеги, мы рады приветствовать вас на ставшей уже традиционной четвертой конференции по эволюции лекарственной терапии. И, конечно же, мы хотели узнать ваше мнение, что для вас системная терапия злокачественных образований в 2020 году. Как, собственно, будет работать голосование на всех секциях, оно будет занимать не более 10 секунд. Те, кто смотрит на нас в эфире, окно голосования появится у вас автоматически на странице эфира и, надеюсь, уже появилось. Те, кто смотрит нас сейчас в студии, у нас у всех есть программка. Для этого достаточно войти на сайт, например, safarimobi.вод, набрать пароль 5612 и посмотреть, как работает наше чудесное голосование волшебное. Ну и, наконец, мы можем попробовать приступить к голосованию. Так что же системная терапия злокачественных образований в 2020 году? Эффективность системной терапии зависит от биологии опухоли, комбинированная терапия. Третье – приоритет за иммунотерапией. Четвертое – проведение системного лечения в условиях пандемии COVID-19. И пятый вариант – все ответы правильные. Давайте попробуем проголосовать. Я выбрала. Надеюсь, мы увидим ваше мнение, что же для нас системная терапия, учитывая тот колоссальный прогресс, который мы стали свидетелями, и расширились возможности лечения онкологических больных в зависимости от иммунокистохимического молекулярно-генетического профиля опухоли. И посмотрите, действительно, каждый из нас по-своему прав, потому что действительно в настоящий момент мы стали свидетелями, что в зависимости от профиля это комбинированная терапия, приоритет за иммунотерапией. Безусловно, мы проводим лечение в условиях пандемии, и все определяет биология опухоли. Но, конечно же, хотелось бы отметить, невозможная эволюция лекарственного лечения без эволюции опухоли в этом году прошли совершенно потрясающие исследования, которые продемонстрировали, в частности, эволюцию опухоли сквозь призму метастазирования и лечения. Были проанализированы данные секвенирования экзома, более 180 биопсий у пациентов в колоректальном раке. Для оценки диссиминирования по времени была разработана вычислительная пространственная система, и было показано, оказывается, что у больных эпителиальными опухолями метастазирование возникает за 2-4 года до того, как первичная опухоль может клинически обнаружена. И еще одно достаточно интересное исследование, был проведен анализ секвенирования экзома первичной опухоли метастазических очагов. При этом пациенты получали лечение больные раком молочной железы 83% случаев, больные раком легкого 20% случаев и 13% случаев больные колоректальным раком. И что оказалось, на самом деле, то, что мы имеем и видим в первичной опухоли, это совсем не то, что оказывается метастатическая опухоль по возникновению тех мутаций. А самое важное, посмотрите, как меняется опухоль, когда мы проводим лекарственное лечение. По сути, своим лекарственным лечением мы воспитываем мутации. И самое важное, что если опухоль поликлональна и метастазы ее поликлональны, то проводя адювантную терапию под воздействием лечения, возникает селекция резистентной к терапии клонам. То есть системная терапия способствует значительному ремоделированию клональной архитектоники опухоли. И вопрос, конечно же, в будущем за неадювантной или вопрос все-таки адювантной терапии. Но выяснилось, что, посмотрите, исследования достаточно интересные на модели лабораторных животных. Причем эти результаты были сопоставимы на обоих моделях лабораторных животных с перевиваемой трижды негативной опухоли. Если вначале проводилась неадювантная терапия с последующим хирургическим лечением в обоих исследованиях, то лабораторные животные жили значительно дольше по сравнению с теми лабораторными животными, которым вначале проводилось хирургическое лечение, последующие адювантные, иммунотерапии. В те случаи были воспроизводимы. И здесь лабораторные животные, посмотрите, как расходятся кривые, жили значительно меньше. И те маленькие исследования, пусть даже небольшие, подтверждают, что для иммунологического ответа необходима иммунологическая память за счет рециркулирования опухоль-специфичных CD8T-лимфоцитов. И посмотрите, вот те исследования, пусть даже сравнили, казалось бы, очень редкое исследование, когда они результаты неадювантной терапии сравнивают с результатами адювантной терапии при меланоме, мы видим, как различимы показатели выживаемости. Но самое важное, что для нас сейчас стоит задача, и мы хотели отметить те болевые точки, что полный патоморфологический ответ является ли он суррогатным маркером для оценки неадювантной иммунотерапии, а оказалось, и вот эти данные, конечно же, подлежат анализу, что достаточно запуска иммунного ответа, и не обязательно даже мы видим полный ответ. По сравнению с теми пациентами, которых мы не видим ответа, они, конечно же, живут ниже, но самое важное, на что мы обращаем внимание и что мы сейчас поднимаем вопрос, у нас в стране, если каждого сейчас сидящего и здесь руководителя спросить, какие способы оценки полного патоморфологического ответа, в частности при раке молочной железы, в каждой клинике будут свои, их насчитывается более 10, и даже во всем мире сейчас не могут определиться с единым критерием оценки полного патоморфологического ответа, но наиболее предпочтительной, конечно же, является оценка резидуальной остаточной опухоль, именно резидуальной остаточной болезни, и здесь важно, особенно для иммунотерапии, не только добиваться полного ответа, а видеть ответ, вот эта вот минимальная остаточная опухоль, она тоже крайне важна. Поэтому в настоящий момент для оценки иммунного ответа стоят вопросы перед нами, перед клиницистами, которые мы готовы задать вопрос, что нам оценивать нужно, нам нужно оценивать полный патоморфологический ответ или циркулирующие ДНК в крови, потому что мы не понимаем, что так, как мы будем оценивать, и какие результаты иммунной неодевантной терапии, которая, конечно же, должна проводить как можно раньше. И если вот так вот попытаться пройтись спринтером по всем локализациям, то, конечно, наиболее болевые точки, с моей точки зрения, это больные плоскоцедочным раком головы и шеи, которые в четвертой стадии лечения невозможны без наложения тахиостомы и гастростомы. И вот здесь вот произошла регистрация в монотерапии с ПДЛ-экспрессией препарата пемпролизумаба, в комбинированной терапии без определения ПДЛ-экспрессии, зрелые четырехгодичные результаты в сравнении в монорежиме препарата пемпролизумаба, по сравнению с комбинацией режима жесткого комбинации химиотерапии с этоксимабом, и выяснилось, что, посмотрите, действительно, в первой линии при наличии ПДЛ-экспрессии по шкале СПС мы видим ответы, и это было подтверждено для рака молочной железы. Здесь вообще колоссальный прогресс. Лечение зависит от биологического потипа. Приоритет за комбинированной терапией. Впереди я даже не представляю, как мы будем разводить те появляющиеся огромное количество препаратов, потому что у нас, как для рака яичников, появляются такие термины, как платиночувствительные, платинорезистентные рецидивы. То же самое появится для хердопозитивного рака молочной железы. Будут платино-тростосумаб резистентные, тростосумаб чувствительные рецидивы. Огромное количество препаратов. Но самое важное, если мы говорим о хердопозитивном раке молочной железы, важны те комментарии, которые сейчас звучат, что хердопозитивный рак молочной железы за счет постоянного выключения хердопозитивного рака молочной железы больше не инкурабельное, а вполне излечимое заболевание. Потому что 8-летние показатели в первой линии, 8-летние показатели общей выживаемости при двойной блокаде составляют более 30%, а 5-летняя выживаемость 45%. То есть 5-летний рубеж, который является критерием излечения онкологических больных, достигает практически каждый второй больной. Иммунотерапия. Что научило исследование по иммунотерапии нас в этом году? Что и применение еженедельного поклитоксела, которое требует постоянной иммуносупрессии, это назначение дексаметазона, невозможно в комбинации с иммуноонкологическими препаратами, потому что результаты значимо худше в комбинации иммунотерапии от изолизумаба в комбинации с поклитокселом по сравнению с одним поклитокселом. У нас в ДИА произошла регистрация новой комбинации пемпро-лизумаба с химиотерапией. И что еще важно, то направление, которое будет активно развиваться, это иммуноконьюгаты, когда волшебным образом иммуноонкологический препарат с помощью мостика, линкера соединен с мощным цитостатиком, который сам по себе токсичен и приводит к летальности всего организма, а при такой комбинации, при системном таргетном воздействии мы видим совершенно уникальные результаты, и это касается трижды негативного рака молочной железы, который для нас является по-прежнему терроинкогнито. И вот препарат сатитузумаб гавитекан тому подтверждение. Еще интересно, то, что происходит с раком легкого мезотелиома плевры, рак легкого, который для нас это та локализация, которая характеризуется высокой мутационной нагрузкой, и первичная опухоль, это вовсе не то, что мы видим метастеотическую опухоль, это совершенно различные, по сути, даже где-то заболевания. И опять, посмотрите, мы в ДИА регистрируем четыре новые малые молекулы, я даже не буду их называть, язык сломается, вы видите их на слайде, и комбинацию моноклонального антитела с малой молекулой ромоцурмаба с орлатинибом. Три новые показания для иммунотерапии. Светлана Анатольевна, следом за мной, конечно же, подробно остановится на иммунотерапии, не буду заходить на ее территорию, но самое важное, для мелкоклеточного рака легкого иммунотерапия становится основным видом лечения, и здесь в первой линии, наряду с тезолизумабом, о котором мы говорили в прошлом году, с комбинацией ИП, появляется комбинация этапозида ИП с дурваломумабом. Кулоректальный рак, конечно же, тут вообще это заболевание, которое характеризуется фантастическим гетерогенностью. По сути, это разные биологические по типу, о которых мы, конечно, в будущем будем говорить, но сейчас на что я хотела обратить внимание, что уже в первой линии, при наличии микросателитной нестабильности, возможно назначение пемпролизумаба у больных с метастатическим кулоректальным раком. Еще одно направление, которое нашло отражение не только в гепатоцеллюлярном раке, но и в раке эндометрия, мы об этом будем говорить, о мелкоклеточном раке легкого полка, светлоклеточном раке почки, это комбинация иммунотерапии с таргетными препаратами, и при раке яичников. Здесь мы видим тоже прогресс в режиме поддержки. Вместе с химиотерапией в первой линии назначается аллопарип при раке предстательной железы. Опять-таки, посмотрите, аллопарип продемонстрировал свою значимость в увеличении общей выживаемости. Ну и самое важное, поджелудочная железа, больные раком поджелудочной железы, которые для нас являются тоже на самом деле болевой точкой. И здесь зарегистрирована поддерживающая монотерапия при метастатическом процессе у пациентов с герминальными мутациями, у всех взрослых, пациентов, которых не наблюдалось прогрессирование заболевания на плате на содержащих режимах. Вот для ауретелиального рака, мне, поверьте, для меня удивительно, у нас впервые за все время в мире была регистрация, мы первыми в России зарегистрировали комбинацию отеза-лизумаба с цисплатином и гемцитабином до FDA и до Европы. Для этого меня вообще, это меня крайне удивило, как так возможно, но, учитывая значимость данной комбинации, это произошло. Еще важно, вот это двиг, то есть это движение вперед, как бы вот прогресс. Что же такое, посмотрите, оказывается, с опухолей высокой мутационной нагрузкой, нерезиктабельные опухоли, различные солидные опухоли, мы видим с исчерпанными возможностями, мы видим частичный ответ. И посмотрите, при различных локализациях, это и касается нейроэндокринной опухоли, и рак щитовидной железы, то есть и рак влагалища, то есть те опухоли, при которых возможен ответ при наличии высокой мутационной нагрузки. И, наконец, уже подводя итог тому спринту, к которому мы сейчас зашли, действительно препаратов много, и на всех на них не остановиться, но хотелось бы отметить, что регистрация жизненно важных препаратов, добавлено 12 новых онкологических препаратов, из них 6 при солидных локализациях, остальные при лимфопролиферативных и онкогематологических процессах. Посмотрите, как меняется и как добавляется, расширяются возможности в ДИА. Каждый месяц, практически каждые 2 недели мы слышим, что добавляются и добавляются новые показания, в том числе, конечно же, лидирует рак легкого, и это неудивительно, потому что достаточно гетерогенные заболевания, и здесь все определяется либо возможностями драйверных мутаций, назначения, лечения, либо уже мы говорим о возможностях иммунотерапии. И будущие стратегии развития системного лечения опухолем, конечно же, будущее за комбинациями. При этом мы должны учитывать, мы должны видеть те предикторы ответа, чтобы предсказать ответ, мы должны предсказать развитие резистентности, конечно, это же сложно. И самое важное, на что мы должны стремиться, наши больные должны жить не только долго, но и должны жить качественно. И это все в наших руках, учитывая те расширяющиеся, грамотные, современные возможности и рекомендации АОР, у нас есть инструмент, это в данном случае в этом году мы работали в рамках ОМС с учетом клинико-статистических групп, и самое важное, что специалисты нашего центра, специалисты различных учреждений онкологических, не только видят результаты международных исследований у нас, есть возможность опробировать результаты на своей собственной клинической практике не только в рамках расширенного доступа, но и в рутинной клинической практике. Благодарю за внимание. Продолжение следует...